Всем привет! Мне захотелось перемен. Я еду подстригаться. Такое происходит раз в два года. Я подстригаюсь, но не буду слишком коротко. Где-то вот столько. И хочу сделать челку Брэджит Бардо. Я не знаю, что будет. В общем, должно быть интересно. Не знала, куда поехать. Еду в Ульта Бьюти. Там есть салон красоты в магазине прям. Вроде там как более-менее современные ребята работают. Попытаюсь им объяснить. Вот такая у нас огромная ульта Бьюти возле дома. Это очень классный магазин косметики, похож на Сифура. Как, Сара, тебе моя прическа? Не очень. Мне кажется, что я с плеч сбросила груз. Огромный груз, мешок с картошкой просто. Мне настолько повезло с мастером, что я честно не ожидала. Думала, что меня сейчас оболванят и будет все плохо. Шла просто наугад, не записываясь. Просто пришла. И девочка ко мне вышла. Такая вся стильная, модная, с туннелями в ушах. Говорит, что вам помочь? Я говорю, да. Я хочу вот челку, как у Бриджит Бардо. И подстричься покороче. А она такая сразу, вау, я могу вам все это сделать. Она, в общем, за любой кипиш. И такая, знаете, видно, что она разбирается во всем. В прическах, в стрижках. Очень аккуратно все делала. Ни разу за все время мне не сделало больно. Хотя у меня путались очень сильно кончики. Сейчас этих кончиков нет. О, какой кайф. Такие челки сейчас в моде. Конечно, нужно постараться, чтобы укладывать ее теперь каждый раз. Пользоваться нужно будет с сухим шампунем. Но у меня все это есть. Я уже даже купила расческу специальную, круглую, чтобы укладывать эту челку. Она мне сразу показала, как ее укладывать. И я в восторге, девчонки. Я ее отмечу. Я дам ее инстаграм. Ставлю под этим видео в описании, потому что она реально крутая. Заплатила я 38 долларов за стрижку. В общем, было мытье головы, стрижка и сушка. Плюс еще 10 долларов я оставила ей на чай. И вот нормально. Ну, в принципе, 48 долларов за стрижку в Америке. Но это не суперкрутой салон. Но все равно ульта бьюти. Они не берут, видимо, кого попало. Все-таки, как ни крути. Ой, мне так хорошо теперь. Волосы классные, живые. И мне очень нравится. И самый плюс этой челки в том, что она легко отрастает. Если даже она вам надоест, то легко ее отрастить и в моде. В общем, классно. Еще мне нравится, когда закалываете волосы, либо делаете дульку. Мне нравится, как эта челка тоже свистает. Поехали мы за подарками в Маршалл. Завтра идем на Бэби Шауэр. Это... В общем, потом расскажу, что это сама толком. Не знаю. Первый раз. А я вам сейчас покажу, что я купила в Маршалл сегодня. Ну, во-первых, я купила расческу вот такую для Сари. Сара несет быстро свой супер пластилин, который успокаивает нервы. И он вообще такой прикольный, как икринки. Расческа эта мне нужна для того, чтобы теперь делать укладку. И, видите, какая-то Argan Magic. Не знаю, что за бренд, но расческа качественная. Она со скидкой. В Маршалл всегда все товары со скидкой. Вот она, эта расческа, за 6 долларов. Потом мы с Сарей купили новые кроксы, потому что ее кроксы уже все ушатались. Полностью запачкались. Нет, не ушатались, они просто... Запачкались. Да, очень сильно запачкались. И не отмываются, да. Это вот оригинальные кроксы, которые были в Маршаллс за 13 долларов. Была на них скидка тоже. И на пластилин была скидка. На пластилин, да, мы взяли тоже недорого. Была скидка. Там было 3 разных цвета, которые... Даже 5 разных цветов, которые Сара смешала. Ага, чтобы получился огромный пластилин. Ну, я не думаю, что такое огромное получится. Так, еще я купила платье себе. Мы сегодня едем на встречу. Да, мы сегодня едем на baby shower. Платье такое вот в блесточках, темно-синее, красивое платье. Как ночнушечка. Ну, знаете, мне нравятся такие фасоны. Можно хоть куда надевать. Тоже недорого, 12 долларов. Вот. Затем мы сегодня едем на baby shower. Это вечеринка в честь рождения ребенка. Здесь у одной девушки в Америке, у Элины. И там мы тоже в Маршаллс купили подарок ей. Это вот такой набор. Мы знаем, что будет девочка. Вот такой наборчик я купила для гигиены. Маникюрчик, там расчесочка, ножнички, то есть расчесочка. Все вот эти дела для ребеночка. И ванна. И еще купила для ванны купать ребенка. Она убирается, видите, складывается. Как бы удобно пользоваться. И когда купаете малыша, то в этой штучке можно очень. Прикольно. Вот так готовиться к baby shower. Смотрите, как мило и красиво. Когда знаете пол ребенка, то такого цвета украшение. То есть будет девочка. Там такие у нас русские закусочки. Бутерброды со шпротами. Соскучилась уже страшно. По всем этим гренкам. Такие запахи. Ням-ням. Сара уже сдружилась с кем-то и купается в бассейне. Она все лучше и лучше начинает общаться по-английски с американскими детьми. А тебя можно снимать? Да. О, вот. Вот наши виновники торжества. Супер, красавец. Когда ты, Лилина, говори нам? 21 июня. Ну все. Ждем. Ждем с нетерпением. Супер. Смотрите, какой торт красивый. It's a girl. Вау. Вот. А здесь специальная зона для подарков. Очень мило. В общем, Галя устроила разные игры для девчонок. И вообще тут сегодня только девочки собрались. Это девичник. Играем в игры разные. Угадай, какой объем у Элины животик. Будем угадывать, какого объема животик у Элины. Я почти угадала. И выиграла приз. Теперь настало время распаковывать подарочки для малыша, для малышки. Ну все, наряды на каждый день. Так, ребята, всем привет. У нас начался сезон дождей, можно так сказать. Хотя говорят, он еще не начался, но по прогнозу погоды всю неделю дождь. А вообще во Флориде здесь по несколько месяцев каждый год, вот, начиная, скорее всего, с июня, сезон дождей. Каждый день идет дождь. Поэтому здесь такая красивая природа, все такое зеленое, сочное. Я люблю дождь, но не каждый день. Я помыла голову сегодня впервые после стрижки. И, конечно, мне не удалось повторить ту же самую укладку, но получилось тоже неплохо. Я воспользовалась круглой расческой, которую вам показывала. Все равно не так, как после салона. Я думаю, что у каждого такая проблема встречается, когда вы с новой стрижкой выходите из салона, все супер здорово. Но затем, когда вы моете голову, придя домой, вы разочаровываетесь, вам кажется, что капец, что с волосами, они ужасные. Они действительно в салоне умеют красиво их вытянуть, красиво закрутить, под, может быть, каким-то углом особенным. Вот, но я научусь, я научусь. Тем более, вы написали мне очень много классных советов. Я спросила в Инстаграм, что делать с волосами, как научиться делать такую же укладку, как после салона. И вы очень много дали дельных советов, которые действительно работают. Я буду с удовольствием их применять на себе. И спасибо вам за ваши отзывы. У нас вечер, и я решила с вами поговорить по поводу бьюти-боксов своих. Я знаю, что возникли вопросы у многих и какие-то недоразумения непонятные относительно заказов моих бьюти-боксов, которые вышли совершенно недавно и которые раскупили мгновенно. Самое первое, и, скорее всего, это важный такой момент, то, что не я в этот раз упаковывала коробки, не я в этот раз занималась логистикой. И это очень-очень повлияло на эту коробку, на мой последний. Вообще все свои коробки, кроме украинской, собирала я сама. В Украине, слава богу, собирала моя сестра двоюродная, которой я полностью доверяю, которая суперответственная, которая, как я, она также с любовью собрала бьюти-боксы. В этот раз собирали поспосторонние люди, совершенно мне чужие, которым я доверилась, и так получилось, что вот так получилось. Я как чувствовала, я вообще не хотела выпускать этот бьюти-бокс, потому что я чувствовала, что что-то пойдет не так, что это не я собираю, что кто-то вместо меня будет это делать, и что точно что-то будет не так. Ну я не то чтобы себя настраивала, я просто знаю, что если я сама не проконтролирую, что-то пойдет не так. Но так как процесс уже запущен, был примерно три месяца мы собирали эту коробку, три месяца я договаривалась со всеми, организовывала все. Дело других людей было только собрать коробку и заниматься логистикой, и ответами на вопросы, на сообщения и так далее. Во-первых, я узнала о том, что не всем ответили по WhatsApp, по переписке. Не ответили даже о том, что закончились бьюти-боксы, просто пошел такой игнор. С сотого сообщения или двухсотого сообщения начали как-то работать и отвечать людям выборочно. Это было, видимо, просто спонтанно и выборочно. Вот, как я поняла. То есть не было ответов абсолютно всем клиентам. Те, кто написали сообщения, они не получили ответы. Там есть ли коробочка, нет ли коробочки, как ее купить, есть ли доставка туда. Вообще не было никаких ответов на вопрос. Я знала, что нельзя доверять людям. Я знала, что меня могут подставить. Я знала, что... Вообще, как бы вы даже не знаете всей истории, связанной с этой коробкой. Все это было очень-очень трудно и сложно. Создавать этот бьюти-бокс для меня было очень сложно. У меня вообще сейчас в жизни очень много чего происходит, о чем я не рассказываю вам. Но, поверьте мне, я очень хочу вам рассказать. Я... Может быть, когда-нибудь я вам расскажу. Как говорят, беда одна не приходит. Если что-то случается плохое, то это случается сразу во всех смыслах и со всеми вашими делами и ситуациями в жизни. Что произошло сейчас со мной? Вы действительно разобрали за несколько часов. Во-первых, потому что себестоимость была выше намного, чем сама коробка продавалась. Я всегда продаю по одной цене. Я не стала увеличивать цену. Я не хочу увеличивать цену. Хотя мне многие говорят, увеличь цену. Почему ты так все время по одной цене продаешь? Слишком это мало. Но я не хочу. Я хочу, чтобы это было все как-то гармонично. Как оно и начиналось, так оно и продолжалось. Все это как-то должно быть связано со мной и от меня. Поэтому коробка получилась недорогой в этот раз. Наполнение вообще просто нереальное. Люкса много в коробке. И тираж у меня был ограничен. У меня вообще тираж всегда 200 штук. Просто кто не знал, я просто вам говорю, тираж 200 штук. Это было от начала. И сейчас у меня 200 штук. Но больше я не могу просто потянуть. Это слишком много. 200 для меня это пока хорошо. Конечно, можно было бы делать больше. Там 500 коробок. Но для меня это просто нереально. Цифра это слишком много. Может быть, когда-нибудь я это сделаю. Но не сейчас. Поэтому так быстро разобрали. Я больше никогда не совершу такой ошибки. Я никогда не отдам свои коробки в чужие руки. Не отдам свои товары в чужие руки. Никогда. Может быть, я буду доверять только самым близким. Либо людям уже по какому-то контракту, по какому-то договору. Потому что в этот раз не было никакого договора с людьми. Я просто доверилась. И меня, я бы сказала, меня просто подставили очень сильно. Очень сильно. Это так повлияло на мою жизненную ситуацию. Сейчас вы даже себе не представляете. Но факт остается фактом. Произошло то, что произошло. И я просто хочу извиниться перед вами. Перед теми, с кем так произошло. С кем так обошлось. Кого коснулась эта ситуация. Кому не ответили. Вы просто не знаете половины того, что произошло. Вообще даже не то, что половины. Вы не знаете процентов 80 того, что произошло. И происходит сейчас в моей жизни. И это просто кошмар. Еще пока не стемнело, я хочу сказать о том, что теперь на моем канале будет пауза. Достаточно долго. Я не буду снимать видео. Я не буду ничего выкладывать, постить и так далее. На это есть причины. О которых вы узнаете попозже. И просто у меня сейчас в жизни кошмар. Девочки, мальчики. Вы не представляете. Я всегда была честным блогером. Я всегда рассказывала очень интимные моменты своей жизни. Про себя. Про близких. Поэтому я обязательно вам расскажу когда-нибудь, что у меня сейчас творится. Но не сейчас. Я должна это пережить. Я должна поставить точку во всем. Я должна разобраться в себе. Разобраться в ситуации. Как-то вылезти из всего этого. И в связи с этими событиями я не буду выкладывать на канал видео. Сейчас не знаю сколько это продлится. Может быть месяц. Может быть полтора месяца. Я честно не сказать. Я не знаю. Поэтому, девчонки, я хочу предупредить вас о том, что будет пауза. Будет пауза. Будет небольшая пауза. Я этого не хочу. Я всегда любила снимать видео. Люблю снимать видео. Но так нужно сейчас. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Продолжение следует...